привет друзья доброе утро только что встала хочу снять для вас такой влог что я делаю в течение дня потому что я сегодня второй день в отпуске я думаю что будет подобное видео интересно кстати я сегодня бегала собак у меня в гостях поэтому я совершенно одна сейчас стала помыла голову привела себя более-менее в порядок и сейчас пойду варить кофе хочу вас пригласить собой на чашечку кофе сварим попьем кофе все мой кофе готов вы знаете вот этот аппарат который я недавно взяла дает такую восхитительную пену не нужно никакого капучинатора то есть это само собой происходит я постоянно покупаю кофе варки именно этой компании не буду говорить какой подумайте что реклама но вот это вот первая такая что дает пенку сама а кстати цвет поменял это я добавила молоко я его кипячу отдельно ну что ж всем доброго приятного летнего утра я подсушила немного уложила волосы чуть-чуть привела себя в порядок я готова к труду и обороне с утра я не завтракаю поэтому показывать вам этот процесс не смогу дальше уже по ходу действий что там у нас будет вроде планов как много но что пока будем делать пока еще не понятно ага собака пришла руки так что так темно да 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 в гостях хорошо хорошо ура друзья у меня тут пришла посылка я себе заказывал кожаный пояс прямо знаете по рисунку выбирала пряжку размер измерил свой старый пояс не открывал еще хочу вместе с вами открыть посмотреть что получилось примерить пришло через дек если кому интересно что там заказ кому-то на подарок из кожи например там рюкзак или сумочку или какое-то портмоне можно заказать оставлю ссылочку так упаковано у меня ремень очень-очень старый мне хотелось что-то такое оригинальное себе у меня скоро день рождения я решил себе сделать такой подарок красиво упакована как интересно сделано в перми так давайте откроем быстрее быстрее и померяем мой пояс нравится мне когда красивая упаковка класс это что а магнитик такой красивый из перми с любовью такой вот мой пояс такого цвета у меня старый пояс очень широкий я хотела что-то по луже красивая вот эту пряжку я кстати сама выбирала там можно выбрать и сейчас померяем думаю что длина нормальная такой мягкий так качественно сделано все швы прям идеальные так это первая примерка я до этого его не открывал даже не видела сейчас будет все на ваших глазах надеюсь я правильно измерил свой старый пояс все у меня получилось все отлично так да 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 все супер 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 прям идеально вот что мне нравится когда вот заказывать на заказ то что ты можешь сам все измерить и будет все и вот это вот самое главное что она не длинная не топорщица ничего отрезать не нужно такой классный пояс вообще я прям в восторге сзади то есть идеально вообще придраться не к чему можно его с платьишком поэтому я заказывала не толстый у меня очень толстый и плюс еще там очень много всяких ненужностей поэтому смотрится грубовато этот такой нежненький я представляете еще что-то обнаружила здесь это сертификат качества модель цвет гарантия дата вручения цвет белья пеночки пельют кожевинная мастерская вот здесь вот реквизиты я вам оставлю под видео вдруг вам тоже будет интересно сейчас занимаюсь хозяйственными делами перестиралась столько носочков нижнее белье времени совершенно не хватает а сейчас пока свободно думаю дай-ка я займусь смотрите сколько у меня получилось заодно сняла видео вам как отстирать белые носочки интересным элементарным способом то есть двумя даже выложу увидите а вот такие обычные я стираю хозяйственным мылом сейчас хочу приготовить оладьи из кабачков здесь один маленький кабачок я его искрошила на терке добавила одно яйцо немного соли немного сахара 3 маленькие дольки чеснока и мука перемешала и получается вкусное такое малокалорийное блюдо сейчас пожарю сковорода на огне немного масла и выкладываю поджариваю с двух сторон до румяной корочки и все готово вкусный завтрак готов друзья я тут заказала себе обувь с сайта new chick обувь у меня на лето лето практически не было пришли в таких вот упаковочках классных упакованных хорошо достаточно вот это вот первая обувь она сделана внутри как под замшу ну то есть это может быть даже это и кожа до такой степени удобные легкие хорошо прошитые и здесь с двух сторон липучки то есть можно регулировать вот здесь прошито но не обращайте внимание я их уже затаскала они мне очень нравятся я их прям и с брючками и с джинсиками очень удобные мягкие и вот эта вот вторая обувь я люблю подобную обувь на небольшом каблучке они удобные пришли конечно с сайта ньючик написано дракоша почему-то ничего не поняла вот смотрите они подобные каблучки у них небольшие и это кожзам можно так сказать здесь мягкое основание здесь тоже и как бы немножечко амортизируются они очень удобные я взяла 38 размере это тоже в 38 так что если у вас 37 летний размер то берите не ошибетесь тоже аккуратненькие тоже удобные и вот эту вот обувь я купил уже у нас в сетевом магазине сегодня первый раз их протестировал тоже удобные как в тапочках домашних стоили примерно рублей 500 по-моему или 600 у нас все магазины практически закрыты вот в одном из магазинов вот эта обувь была конечно она ненадолго но за такую цену можно удобные классные сейчас покажу как они на ножки смотрятся вот именно вот эти вот например вот как домашние тапочки мягкие удобные вообще не напрягают теперь давайте посмотрим вот эти вот эти немножечко как-то грубоватенько смотрятся что ли напишите пожалуйста ваше мнение как они носили бы вы такие или нет не знаю но вот эти вот мне понравились и удобно их надевать раз раз накинул и пошел здесь как я уже сказала на липучки вот мне чуточку большеватой чуточку совсем но это не страшно вот такая обувь у меня ох бардак разбросала картинка не инстаграммная да но если кому интересно вообще где взять обувь я оставлю вам внизу ссылочку где я заказываю первый раз кстати я у них заказала обувь и я довольна плохого ничего не могу сказать конечно это обувь не так чтоб там идти куда-то в ресторан так на каждый день бегать туда-сюда на дачу бегать ну классные друзья я уже на улице выходили на старую дачу и забыли зачем пришли запахался немножко забыли одну сторону от компостера так называется специально такое ограждение чтоб складывать компост а так как у нас там ремонт и в прошлом году мы не собрали ее лежала здесь сейчас забрали сегодня соберем и мне будет нам нужно будет весь мусор уложить туда сверху специальные средства чтобы был хороший компост сейчас пойдем на новую дачу все мы на даче я уже успела тут полить кое-что так и сейчас мы собираем компостную установку чтоб туда складывать весь мусор и потом залить сверху специальным средством и оно будет разлагаться превращаться в хороший компост так покажу сейчас вам растение которое очень-очень давно хотела и наташа у меня где-то его нашла Наташа это у меня родная сестренка у нее есть свой канал если интересно то смотрите ее тоже она живет в деревне и рассказывает про свою деревенскую жизнь так и подарила она мне наконец-то который я очень-очень давно хотела где она в городе нашла непонятно это это такое растение это пихта корейская я вам приложу фотографии если вы не знали это пихта дело в том что если вы занимаетесь всякими цветочными композициями то могли видеть перед новым годом они продаются веточки которые не сыпется засыхает по-другому она по-моему как-то называется и плюс у этой пихты такие синие синие шишки я приложу фотографию я ее видела у одной блогерши растет на участке и захотела вот она где-то нашла спасибо Наташа а сейчас пойдем посмотрим что делают у нас тут вот собираем это основание одну сторону собрали Ильича знаешь где закрути где удобно в сторону и это будет такая компостная установка можно так сказать в прошлом году мне ее прислали но я мы ее так и не собрали и получилось так что теперь она у нас будет здесь сейчас решим куда ее поставить скорее всего туда куда-то очень нужная штука весь мусор я туда переложу все будет аккуратно сейчас покажу что сделала Наташа с моими помидорами она сказала что так и надо ну не знаю вы наверно так никто не делает она их до такой степени ободрала они у меня лысые она прям всю листву убрала видите я бы никогда в жизни этого не сделала честно мне их до сих пор сейчас жалко прям сердце крови обливается ну что делать вот здесь все лежит она их прям вот жестко так оборвала все всю листву сказал что если их не убирать то не будет плодов ну не знаю у меня теплица такая первый год не знаю напишите пожалуйста под видео тут начали завязываться плоды но они мелкие может быть теперь они завяжутся из-за этой листвы я переживаю огурцы растут а вот в прошлом году я покупала такой вот есть биокомпост ускоритель это я покупала туалет дачный для того чтобы не пахло кое-какие тут одобрения сейчас можно как раз пролить королем например ускоритель